Ой, блин, блин, нет, стоп, я забыл, стоп, мы ссым себе в чашку, мы ссым себе в чашку. Сэм, хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами играем в Oxygen Not Included. Мы с вами совсем недавно закончили играть в RimWorld, можете посмотреть, в описании будет плейлист на это прохождение, тоже было угарным и провальным, спойлеры, извините. Но очень смешным, это сто пудово было. Короче, когда я закончил играть в RimWorld, я подумал, что, ну как бы я поностальгировал, вспомнил, как мы строили колонию на астероиде и решил, что, ну вы наверняка захотите посмотреть, как я играю в эту игру снова. И я захотел поиграть в эту игру снова. И также вы можете заценить все мои прохождения по Oxygen Not Included, будет также они внизу в описании, целый плейлист, куча видосов, очень угарных, очень классных. И местами не менее провальны. Там у меня есть еще колония какая-то, я помню, она оставалась, но она уже была на издыхании. И черт с ними, я так думаю, пошли в жопу, старые колонисты, пусть летают у тебя там в космосе на астероиде. Мы с вами найдем новый и сделаем колонию получше. Жмем новую игру. Опа, смотрите, есть нестандартный игровой процесс с экспериментальными сценариями и событиями. Это то, что мне нужно, ведь я уже на опыте, чувак. И со всеми передрягами, конечно же, справлюсь. Ну, справляться будут ребята, колонисты. Если они не справятся, не моя вина. Начать игру! Вот они, смотрите, какие они оптимистичные, как всегда. Мне нравится это в этой игре, они всегда улыбчивые. По отличие от тех в RimWorld, где они всегда грустные, сразу приходят к нам в колонию. И вечно всеми довольны. Эти ребята будут улыбаться, даже если им что-то не понравится. Смотрите, здесь мы можем выбрать, кто конкретно нам будет сгенерирован. Давайте думать. Нам, во-первых, точно нужен один копатель. Вот он какой копатель. Часто пукает. Никого это не волнует. Во многих обществах пукать вслух при всех даже, в принципе, считается приемлемым. В моем нет, но так как я не нахожусь там с ними, мне все равно. Также я бы выбрал одного строителя. О, и в том числе у него есть и наука, и сила. Это хорошо. И, конечно же, одного уборщика. Где уборщик? Прибиратель. Почище. Была какая-то игра, где мы называли тех, кто убирает карты, складывает в колоду и раздает снова. Это почище. Тебя будет звать Почище. Строителя будут звать Пос Астерстрой. Космически Астеродный Строитель. А вот Копателя у нас будут звать Пукало. Сори, чувак, ты не хотел говорить о своей пукательной проблеме, но так тебя уж назвали. О, давайте сделаем отсылочку в названии колонии. Назовем Евгенианцы. Евгенианцы. Если кто помнит, как я играл в спорт, тоже можете посмотреть. Ссылка будет в описании на плейлист. Что ж путь? О, блин, мы снова здесь на астероиде. Что? А, извините. Этот астероид странным образом наклонен. Будто мощная внешняя сила когда-то сбила его с оси. Мне необходимо изменить свой подход к обустройству колонии, чтобы извлечь максимум из столь необычного расположения ресурсов. А-а-а, фига себе, он вертикальный. Погодите, но в космосе же не должна быть разницы, правильно? Так, народ, постройтесь, встаньте. Слушайте, я понимаю ваши опасения, учитывая то, что вы слышали обо мне. Да, раньше я был не очень внимательным руководителем, и это приводило порой к не очень приятным последствиям. Он умер. С землеройкой мертва. Потный носок. О-о-о-о! О-о-о! Эссенс унаследовала все самое лучшее от Lineage 2, но при этом ее геймплей и прокачка стали существенно проще. Например, появился автобой. И такому злитому человеку, как я, который управляет целой колонией, не всегда удается найти время на фарминг. Я же не могу вас оставить без присмотра. И как только мой перст наберет достаточно скиллов, я полностью погружусь в рейды на эпических босс, масштабные осады замка, в том числе и межсерверные. Битвы на Олимпиаде за звание героя в своем классе. И охота в межсерверных зонах. А в свободное время я, конечно же, буду мирно торговать, ловить питомцев и участвовать в разнообразных ивентах. И в Lineage 2 Essence регулярно выходят обновления, которые не дадут игроку заскучать. Как раз 25 октября вышло обновление Seven Signs, где появилось новое подземелье Семи Печатей, где игроков ждет настоящий вызов. Также появились новые земли, захваченные феями. А за победу над ними можно получить дополнительную награду. А еще лучники получат множество новых шикарных умений. И, конечно же, новая экипировка куклы Андреас Ван Холт, которая обладает уймой полезных свойств. И если ты бесплатно скачаешь Lineage 2 Essence по моей ссылке в описании, то получишь куб помощи, который содержит целый ряд полезных предметов, которые помогут тебе исследовать просторы Эль-Марадена с еще большим комфортом. Ну вот, я отправил своего персонажа прокачиваться, а теперь давайте займемся развитием колонии. Надеюсь, я не забыл, как тут все делается. Есть одна проблема, я кажется, нахрен все позабыл. Давайте просто заставим ребят копать, где установлен генератор кислорода. Но у нас есть здесь кислолит, он немножечко дает кислорода. Нам нужна металлическая руда для этого. Где у нас металл? Ах, вот оно где. Окей. Значит, давайте делать себе ступенечки. А, не, мы здесь ступенечки-то совсем не сможем сделать. Нам лучше вот сюда пойти и копать вот это. Давайте посмотрим, что по кислороду. Ой, мы копаем куда-то, где не стоит. Абсолютно не стоит. Хотя вот здесь очень много кислорода. Если что, прокопаем здесь, все смешается, будет неплохо. Да, думаю, мы справимся. Так, пошло заражение кислорода. Даже этот маленький зверек спрятался. Можем построить. Пусть вот тут вот лучше воздух нормально делает. Пукало, опять ты пукаешь. Хватит. Посмотри, он пердит прямо в лицо Косастрестрой. А, черт, нам же нужна энергия. Окей, давайте поставим здесь генератор. И проведем вот так вот провод. Черт, нам нужна клетка. Срочно. И, конечно же, складской отсек поставим здесь. Что по кислороду? Как-то он здесь не особо очищается. Косастрестрой пошла бегать. А что ей нужно? Ой, водоросли нужны, да? Это здесь. Мы вот сейчас так закупорим все. Прекрасная мысль. Вот тут будет лесенка такая. И здесь ребята начнут копать водоросли. Чтобы кислороду производить нам. Пусть все сюда будет складывать, ребята, в этот контейнер. Давайте вспоминать, какие ошибки мы допускали раньше. Чтобы не допускать и снова. Во-первых, я бы сразу позаботился о комфорте наших колонистов. Мы можем сделать сразу здесь классные спальни. На самом деле, мы даже можем вырубить все это нахрен. Абсолютно все это нахрен. Выкапываем. А, вот ребята подсказывают, им нужна будет еда. Вот так окружаем их стенами. Здесь будет пневмодверь. А, все, ночь наступила. Просыпайтесь, мои друзья. Вас ждет прекрасный день. Я знаю, что вам пока что холодно. Хотя, я не знаю, 22 градуса. Это разве холодно? Итак, в первую очередь мы сделаем исследовательскую станцию. Она будет располагаться вот здесь. Подсоединяем проводом. И, кстати, а мы бы сразу батарейку впихнуть сюда. Пусть будут две батарейки. Пукал, а ты что такой грустный? Пальная спина. Полная мочевая. Точно. Извините, друзья, вам же отхожее место нужно. Она будет вот тут. Сейчас. Погоди, почему я не могу поставить? Скруды? Кто-то сделал лужу. Пукало. Ты еще и писала, оказывается. Ой, и косастрстро... Ладно, это, видимо, просто пришла пора писать. Я об этом не позаботился как-то. Ничего, почище уберет. О, кстати, исследовательская станция готова. Давайте назначим исследование. Исследование. Что мы можем исследовать? Вот, я думаю, в первую очередь нам нужно начать исследование вентиляции. Как бы вот этот весь кислород сюда впустить? Я думаю... А, заодно мы можем мочу всю слить. Тут воды нету, значит, можно спокойно это делать. Давайте уберем. Пошла в жопу моча. Все, мы избавились от проблемы, друзья. И кислород сейчас пойдет. Хорошая новость, друзья. У вас появилась сральня. Ой, косастрстроя. Ну что, заболели? Мокрые ноги? Как в холодильнике обморожение. Воу. Серьезно? 23, это обморожение для тебя? Друзья, туалет это высший приоритет. Есть. У, наконец-то. Так, теперь с отоплением надо разобраться. Мы ничего не можем сделать. Не будет никакого отопления, походу. В этом туалете невозможно будет дышать. Я не знаю, как пока с этим быть. Попозже разберемся. Мне нравится, что вся моча льется на голову этим летающим вертолетиком. Блистячок называется. Извините, блистячки. А хотите ли вы блестеть золотом? Сейчас, как только исследование будет закончено, мы сразу начнем заниматься отоплением. Есть. Умница, умница, мой дорогой друг. Обогреватель. Он и нах... Обогреватель только здесь. И сейчас так много всего нужно изучать. Ладно. Так, давайте кто-нибудь будет вытирать уже. Сколько можно? Почищем. Он только пачкает тут все. Куда ты пошел? Ты не хочешь есть в луже с мочой? Тебе проще есть там, где нельзя дышать? А вот и ночь наступила. Второй день завершен. Он был по-своему примечательным для моих друзей. Потомки будут его называть золотым днем. Окей, давайте сделаем приоритетное выполнение вот этого задания. Уборка. Го, потища, убирай. И вот это тоже сверху. Ну вот, и улыбочки появились на лицах наконец-то. Смотрите, как омерзительно вот здесь выглядит все. Нам нужно опустошитель бутылок сюда поставить. Тогда всю эту санину мы сможем вот туда вниз в канализацию. Просто смывать. Смыли и забыли. Кстати, я бы сделал еще вот так. И потом вот тут будет такая комната, в которой будет располагаться ручной насос. А, стоп. Надо же, чтобы вот так было. Блин, тут супер непригодно, супер опасно. Вот здесь разрушаем. Тут, короче, будет стоять у нас еще один насос кислородный. Итак, у нас появился газовый насос, газовая труба и газовый клапан. Выпускает газ из газовой трубы. Значит, где нам это все располагать? Есть, исследование завершено. Продолжаем двигаться в сторону тепла. Также я предлагаю двигаться вниз, к этому огромнейшему запасу воды. Погодите, отсутствует исследовательская станция. Че ты мне дичь несешь? Вот же она стоит, вот она стоит. Исследователь есть. Игра пытается ввести меня в заблуждение, но я не позволю. А, погоди, давайте, какую жидкость? Загрязненную воду можно. Все, сейчас все будут бутылки опустошены. Что ж, давайте будем разбирать здесь. Будет тут спуск вниз на этот этаж. Есть! Новый человек! Объекты для печати, выберите схему. Итак, кто же нам нужен? Мне кажется, нам нужен качок, потому что еще у него есть, видите, сиделка. Он будет очень хорошо ухаживать за больными. Давайте назовем его качок. Давай, вперед, качок, приветствую тебя! Сразу пошел работать, умница. О, смотрите, у нас готов отсек. Теперь я предлагаю сделать из него жилой отсек. Начнем с вентиляции. Нам нужен газовый, значит, насос. Давайте его поставим вот здесь. Стоп, или он должен где вообще стоять? Как он должен стоять? Вот так? Итак, друзья, нам нужен микробный преобразователь. Куда его поставить? Давайте здесь. Значит, давайте вот сюда поставим газовый клапан, который будет выпускать газ. И вот газовая труба, которая вот так будет делать. Прямо из насоса весь вкусный воздух будет вот сюда переносить. Хотя и тут и так кислорода много. Может быть, это и не нужно строить. Итак, водопровод, ручной насос. Он должен здесь стоять. И к нему нужно как-то провести лестницу. Давайте. Куда полетел? О, нет, 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 стоп. Кос Астерстрой улетела. Спасаем ее. Она сама будет строить сейчас. Прям в яму с Саниной упала, бедная. Друзья, спасайте ее. Качок, умница. Качок пришел на помощь. Я спасу тебя, Кос Астерстрой. Или я пошел отсюда. Ладно, почище сделает свое дело. Смотрите, как она борется за жизнь отчаянно. Просто ресурсы из ничего добывает. Это как в фильме 128 часов. Она должна сама выжить в этом ущелье. Она использует подручные средства, чтобы построить лестницу и выкарабкаться. Давай, живи. Тебя все бросили. Они все хавают. Это приоритет, друзья. Девятый. Ну ладно, восьмой. Все-таки семеро одного не ждут. Бедная сама выкарабкивается. Бери ресурсы. Поднимайся вверх. Ты не можешь спать сейчас. О, нет. Ничего, ты проснешься утром, надеюсь. Итак, настал день очередной. Пятый. Все, она будет спасена. Она обоссалась. Ничего, это правильное место, где можно писать. Есть. Все, беги, беги, беги. Скорее отдыхай. Она пошла работать сразу. Как будто ничего не произошло. Ух, кажется, эта неприятность закончилась чем-то позитивным. Курчный шлюз. Прекрасно. Теперь мы можем делать. Делать можем. Что мы можем делать? Вот это можем делать. Наконец-таки у нас будет спальня. Здесь будут стоять койки. Так, раз, два, через одно. Четыре. Написано, что перегрузка газового клапана. Наверное, потому что здесь полно кислорода. Смотрите, у ребят закончились дела. Серьезно? А кто убираться будет? Опа, у нас же жрачка готова. Которую можно делать. Грязевой батончик давайте сделаем. Я думаю, самое время распределить задачи между колонистами. Потому что они делают все сразу одновременно. Я не хочу, чтобы они выгорали. Начнем с Пукал. Проведем очень доскональный анализ. У него навыки строительства по нуля. Значит, строительство будет запрещено. Вот копать он будет с приоритетом высоким. Также у него есть лекарства три. Врачевание, значит, будет тоже с высоким приоритетом. Ну и творчество, понятия не имею, что с этим сделать. Пусть не занимается наукой вовсе. Как-то вот так, в общем, я распределил. Единственное, что качку я бы убрал кулинарию. Ему вообще нельзя этим заниматься. Попробуем пока так. Кстати говоря, нам нужен повар в колонию. Но Пукал решил почему-то этим заняться. Погоди, я же запретил тебе. А, нет, я не запрещал. А, я запретил качку. Все, он не готовит. Теперь нам нужно построить умывальники. Потому что с этим проблема. И умывальники будут стоять... Даже не знаю. Вообще желательно их поставить там, где они гадят. Хорошо. Я вас услышал. Наверное, как-то так сделаем. Это мы выкопаем. Это мы разрушим. Да, сначала будет не очень приятно дышать. Но потом... Вот здесь будет стоять вот такой вот умывальник. И все будут обязательно ходить и умываться. Тогда разрушаем наш сортир. Нет, сначала сделаем комнату. Ууу! У нас же некуда складывать барахло. Ставим здесь, значит. О, наконец-таки ребята пошли спать в кровати. Это первая ночь в кровати. Где испукало не испортит воздух здесь? Метеоритные дожди. Что это значит? Идет метеоритная бомбардировка. Еще 30-300 секунд. Я не знаю, что они дают в метеоритные дожди. О, я просто слышу очень неприятные звуки. Блин, слышите? Давайте не будем на это обращать внимание. Просто забьем. Доступны очки навыков. У кого? У качка. Что мы можем ему предложить? Он очень любит строительство. Тогда давайте это ему и прибавим. Теперь, Косастрстрой хорошо исследует. Кстати, про исследование. Что у нас должно исследоваться? Блин, мы ничего не исследуем. У нас обогреватели готовы. Разве это не замечательно? Что для нас важнее, давайте думать? Водопровод? Фармакология? Или декор? Наверное, в первую очередь водопровод. Смотрите, качок прокачивается. Да, девка! Я качок. Я прокачался. И Косастрстрой тоже. Сейчас она пойдет исследовать с таким энтузиазмом, каким никогда раньше не исследовала. Вот она уже принялась за работу. Друзья, почему никто не строит? Это очень приоритетно, если вы не знали. Ой, полилось. Ой, полилось. Ничего, ничего. Оно сейчас вылится прям в водичку нашу, как надо. Так, теперь, значит, разрушаем. Срочно разрушить этот сортир. И поставить его вот здесь. В то время как у нас будет стоять умывальник вот здесь. Недостаточно ресурсов. Что? Воды не хватает умывальнику. Ничего, сейчас воду доставят. Итак, пусть они моют руки только когда выходят отсюда. Из туалета. Что они сделали? Что? Почему они все порадовались? Я не понял. Итак, у нас навыки у Почищи и у Пукола. Почища. Что любят Почища? Конечно же, прибираться. В то время как Пукола хочет у нас заняться созданием лекарств. Да, пусть будет создание лекарств. А, у нас исследование завершено. Прекрасно. Тогда давайте фармакологию сразу будем изучать, чтобы Пукола создал лекарства. Покупайте лекарства от Пукол энд Гэмбл. Видимо, он будет делать лекарства от газов. Опа, смотрите. Пожалуйста, кулинар. 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 У нас есть кулинар. Однако он может спалить мороженое даже. Ну, я ему доверяю. Ашкан? А как значит ашот? Ашот, приди к нам. Вот, пришел такой ашот, пойду готовить. Все по готовке, вот. Это максимальный приоритет. Можно не копать. Можно не обеспечить выживание. Ничего не переключать. Не врачуй. Иногда прибирайся. По-моему, я самого бесполезного сейчас дубликата сделал. Потому что это лишний рот для моей колонии. Ну ладно, он будет готовить хотя бы. Надеюсь, аккуратно. Так, погодите, а почему они просто стоят и болтают? Кто, мать ваша, занимается снабжением, хранением и уборкой? Ой, а шо, тут нет койки? Это я забыл. Ничего, ничего, мы все сделали. Погодите, а че с качком? Пищевое отравление. А, он съел грязевой батончик. Я так понимаю, это самая всратая еда, да, у нас? Блин, ну может быть мы можем сделать пищевой брикет? Что для этого нужно? Нужен пищевик и вода. Ммм, пищевик и вода. А, вот пищевик есть. Давайте сделаем из этого растения семена. У нас же кто-то этим занимается? Почище будет этим заниматься. Окей, давайте подметать семя пищевого дерева. Сейчас будем думать, как... О, вот еще есть семена пищевого дерева. Слушайте, у нас, кажется, есть все шансы сделать какую-то грядку клевую. Нет шансов сделать ни единой грядки. Потому что у нас нет ничего с этим связанного. А, мы как раз и занимаемся исследованием этого. Отличное исследование завершено. Теперь давайте готовку еды будем изучать. А сами пока разберемся с выращиванием еды, конечно же. Будет выращиваться вот здесь. Итак, у Ашота есть навыки. Готовка. Так, Ашот пошел прокачиваться. Давай лучше слебесь. Отлично. Теперь я буду снова делать кебаб из грязи. Ой, смотрите, тут газ, который скапливается внизу, непригоден для дыхания. Спускается вниз, чтобы скопиться там. И при этом он забирает мой кислород. Приоритет, друзья. Побежали, работайте, работайте, быстро. Исследование завершено. Микроудобрение. Ууу, вот это нам нужно. Все, мы заблокировали путь этому смертоносному газу. Теперь должно быть все нормально. О, смотрите. Давайте будем пищевое семя. Сажать. 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 Ой, почему, почему? Созревание остановилось. Нужна подкормка в виде грязи. А, все. Грязь у нас ее полно. Отлично. Хорошо, дерево пищевое растет. Через сколько-то циклов? Двенадцать именно. Дерево созреет, и ребята перестанут жрать грязь. Это позитивные новости, друзья. А, черт, я забыл кровати поставить. Извините, пожалуйста. Я думаю, пора заняться какими-то удобствами. Может быть, декор? Столик для еды. А, мы можем сделать столовую. Это великолепная идея. Мы будем сейчас этим заниматься. Мы построим столовую. Да, мы впустим немножко газа мерзкого, но... Но его не так много. Кислорода у нас гораздо больше. И смотрите, что тут недостаточная выработка. Видите? Весь кислород уходит. Почему он уходит? Стоп. Давайте распределение кислорода. Вентиляция. Что у нас есть? Кто обоссался? Нет! Срочно вытереть! С приоритетом 9! Ну, говно какое! Так получается, этот газовый насос сейчас занимается только тем, что выкачивает весь кислород отсюда и перенаправляет его сюда. А это говно полное. Хорошо, давайте поставим вот эту штуку. Не знаю, вот сюда поставим. Пусть здесь вырабатывают кислород. А мы тем временем будем делать вот так. А, кстати говоря, ведь по идее блестячок должен помогать созревать растениям нашим. Вот! Все, террариум с водорослями сейчас будет вырабатывать кислород. Исчезла табличка недостаточно кислорода. Теперь его достаточно. Так, Ашот, это будет твоя койка. Ты будешь спать один здесь. Я не знаю. Извини. Друзей у тебя, видимо, не будет. А, нет, будет! Потому что у нас кто здесь? Погодите, есть посылка с удобрением. Очень много удобрения. Разве это не лучше, чем вот все эти бесполезные абсолютно люди? Давайте удобрения напечатаем. Так, нам бы решить, где построить еще один склад. Нам нужно ресурсы где-то хранить. Давайте вот тут будет стоять. Так, 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 так. Так, давайте вот здесь будут стоять столики для еды. Нормальное место? Нормальное. А, все спят, как мило. Пукало, пукает. Остальные даже не подозревают, что дышат этим. Потому что когда воздух столь чистый, ты никогда не заметишь, что что-то не так. Давайте, ребят, просыпайтесь. Надо строить, надо работать очень много. Кстати, есть маза вот эту воду всю выплеснуть сюда. Никому это не повредит. Ну, будет немножечко неприятно, но в целом мы получим целое помещение. Так что давайте. И тут еще, видите, удобрение есть. Это нам очень нужно все, очень нужно. Давай копать. А воду просто всю вытрем. Я нахожусь в бутылках, а бутылки полезные. Она не выльется, потому что здесь мы подкопали. А, нет, все, все, хорошо. Льется. It's ok. Пукала. Питняга. Он и пукает, и в воде находится. Так, не порть нам воду, пожалуйста. Все, уходи отсюда. Какой гениальный способ я придумал транспортировки воды без необходимости строить трубы. А теперь это все надо вытереть. Мне, кстати, даже нравится, посмотрите. Ребята будут кушать, и у них будет рядом маленький прудик. Надеюсь, там будут рыбки однажды. Итак, нам пришло время дать Коста-Астрострою углубленного исследователя. И тогда она сможет исследовать уже более сложные штуки. Агрономию, как вы видите. Ну и всякое научное дерьмо всякое. Что-то у нас проблемы. Так много хорошего кислорода здесь, и практически нету здесь. Надо их, видимо, побольше поставить. Давайте построим еще один сортир. Нас все-таки уже сколько человек? Пятеро. Одного не хватает. Знаете, что бы я сделал? Я бы уничтожил всю эту лестницу, забрал бы полезные ресурсы. Нет. Если я уничтожу лестницу, кто-то там останется и сдохнет. Мы просто уничтожим вот эту лестницу. И здесь закупорим. Чтобы вот это все здесь говно осталось. И мы больше это никогда не трогаем. Вот, все. Ой, блин. Блин, нет, стоп, я забыл. Стоп, я забыл, что здесь есть вот эта штука. Мы сым себе в чашку, мы сым себе в чашку, стоп. Что-то надо придумать, что-то надо придумать. Во-первых, вот так. Господи, нет. Вытираем, вытираем. А эту штуку надо разрушить. Ух, все. Санину убрали. Осталось только вот здесь пятнышко. Но идеально никто не сделает. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы справились. Слушайте, ну а как же мы будем... Куда мы будем воду девать-то саную желтую? Я придумал, кажется. Это все очень просто. Мы построим вот здесь отсек и будет вот все сюда капать. Вот, есть. Отлично. Тут будет вся жидкость, но это потом. Сначала мы должны все заделать как следует. Поставим ручной шлюз вот тут. Смотрите, пищевое дерево созрело одно. Наконец-то вам будет чем покушать. Вот, видите, они радуются очень. А значит, стой, хватит грязевые. Почему Костасторстрой делает еду? Нет. Вот, что мы делаем. А это не делаем. Нужна вода и пищевик. 120 калорий. Материалы скоро придут, не волнуйтесь. О, смотрите, готово. Все, значит, жидкость какую? Только загрязненную воду. Опа! И еще одно дерево сделалось. Наконец-то. Вот, и золотой дождик льется. Ух, проблема решена. Это хорошо. Так, и вроде бы кислородом нормально начало вырабатываться. Тем временем у нас стоит кислородный диффузор, потому что нет водорослей. Они все здесь... Ооо, вот куда мы можем прокопать. И здесь пищевик есть. И очень много полезных резов. Я тебя понял, игра. Мы сейчас будем все это копать. Какого хрена? Кто это сделал? Какого блюдка это сделал? Вот же опустошитель. Почищем, быстрее работаем. Я даже не посмотрел на имя того, кто это сделал. Негодяй, я бы сказал же опустошить бутылку. Вот, где опустошать ее надо. Блин, может мы неправильно сделали? Давайте разберем дверь. Построим ее вот здесь. Окей. Что-то новенькое есть. Семена иглоцвета. Питательный батончик. Я думаю, нам нужно в первую очередь это. Давайте сначала соберем с этого растения весь урожай. А потом мы его будем корчевать. Чтобы рос в одном и том же месте, где все остальное. Да-да-да-да-да. Вот здесь будет. Ставим горшки повсюду. Опа, смотрите, как Ашот бегает. Он практически все батарейки заполнил. Я кручусь, как шоурма на вертеле. Слушайте, мне кажется, мы отлично справились с первыми 13 днями. С кислородом все отлично. Все довольны. Спят в очень комфортных условиях. Кушают рядом с прудиком красивым. Летает блестячок. Правда, им не нравится еда. Но это уже не моя проблема. Ашот, твою мать. Я думаю, на этом нам стоит остановиться и продолжить в следующий раз. Я надеюсь, что вам понравилось это возвращение. Посмотрим, к чему придет эта серия видео. Может быть, мы сделаем огромнейшую колонию. Супер процветающую. Может быть. Но только с вашей поддержкой. Спасибо всем большое. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. А с вами был Юджин. И всем пять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!